День с толком 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 одна санаторно-курортная организация. Ежегодно там поправляют здоровье более 150 тысяч жителей и гостей края. В алтайских санаториях в среднем проводят одну-две недели и оставляют в сутки 2-3 тысячи рублей. Оказалось, что для отдыха в ноябре в приоритете жителей, кроме Алтайского края, также Московская, Ленинградская, Самарская область, Башкирия, Татарстан и Удмуртия. Минздрав сообщил о тотальном юдировании хлеба в стране. Юдированная соль теперь должна быть во всех хлебобулочных изделиях, в составе которых есть пищевая соль. Новый закон должен вступить в силу с 1 июня 2020 года. А до середины 2022 года во всех школах, больницах, воинских частях и организациях культуры должны полностью перейти на юдированную пищу. То есть из всех блюд должна исчезнуть обычная пищевая соль. Таким образом, в Минздраве хотят решить проблему дефицита йода у жителей страны. Кстати, для Алтайского края эта проблема очень актуальна. Наш регион входит в йододефицитную зону. У большей части населения есть недостаток йода, а значит и проблемы с эндокринной системой. А еще в России хотят запретить опасным преступникам работать в такси и заниматься грузоперевозками. Будущие водители должны будут предъявлять справку о несудимости. Без нее компания не сможет допустить человека на маршрут. Запрет распространяется на тех, у кого есть непогашенная судимость. То есть после отбывания наказания бывший заключенный должен доказать, что он уже не опасен для общества. Для этого дается определенное время. Но, как правило, особо опасные преступники встают на путь рецидива. Сейчас убийцы, насильники и террористы свободно могут устраиваться на работу в такси. Поэтому в Минтрансе решили подумать о безопасности пассажиров. Закон коснется и водителей автобусов, троллейбусов, трамваев. Хотя, конечно, больший риск представляет встреча тет-а-тет с водителем такси. Кстати, в Барнауле как раз разыскивают одного опасного преступника, который может работать таксистом. Сергею Орлову 56 лет. Его приметы – рост 190 сантиметров, цвет волос темно-руссы, сединой, глаза голубые. Если именно этот человек сегодня подвозил вас домой или на работу, позвоните по номеру, который вы сейчас видите на своем экране. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.